Приветствовать! Здравствуйте! 29 марта сегодня. Седьмая лекция, по моему счету. И начнем мы с вами обсуждать с балансировок двоичных деревьев поиска. Для начала давайте я покажу вам конкретный экземпляр кода. Вот. И потом покажу, как он действует. И единственное, что если я сейчас вам дам сразу принц крим всего кода, я боюсь, что это вызовет шок, и вы даже не станете переписывать. Поэтому, возможно, стоит потратить время на то, чтобы мы аккуратно с вами прописали код, а потом я просто его открою и запустим, посмотрим сразу, как он работает. Хорошо? Чтобы он у вас остался. В любом случае, я хочу, чтобы каждая строчка была вашим рабом. Итак. устройство, мне понадобится два класса. Первый класс — это класс «Звена». Оно для вас уже привычное. Единственное, что я пропишу его начисто, и в нем будет и ключ, и значение храним. Итак, это класс «Звено». Значит, у него я делаю конструктор. И естественно, что звену нужно выдать хранимое им. Звено — это часть всей конструкции дерева. И в этом звене должны храниться и ключ, и значения. Соответственно, в конструкторе я передаю пару ключ-значений и сохраняю их туда. «Селф Ки» равно «Ки». «Селф Вели» равно «Вели». Затем мне нужно, поскольку оно является управляющей конструкцией, оно должно у меня указывать на родителя и на своих детей на левого, на правого. Я должен заготовить такие атрибуты по звенам. Хотя изначально я их выставлю в «надо». «Селф Пэрэнт» равно «надо». «Селф Левт» равно «надо». Больше мне от него ничего не надо. То есть оно, на самом деле, оно не вполне класс. Вы видите, что здесь все атрибуты я не делаю приватными. И оно вообще, вот это звено, оно не самостоятельно. Оно требуется дереву, классу дерева, для того, чтобы эти звенья уже раскладывать. Итак, я делаю класс дерева. В этом классе дерева в первую очередь я сделаю конструктор. В этом конструкторе будет самое главное прописано. Это такой корень у дерева. Дерево создается изначально пустым. Пустым дерево. Пустое дерево мне придется все время переспрашивать, когда я буду распечатывать, когда еще что-то. Потому что оно будет отличаться. Особенностью. У него, его корень, грудь, он равен нам. Соответственно, попытка от root пойти в left, в right, кей, там его посмотреть, является недопустимой. Он вообще не указывает на ноды. Это просто, ну, по сути, пустая ссылка на ничего. Теперь мне надо написать какие-нибудь простые функции по работе с деревом, чтобы напомнить, как вообще происходит его обход. Это, по сути, обход в глубину для графа, но только со спецификой хранения его, как множество вот таких вот узлов, где три атрибута указывают ссылками на такие же злини. Ну, или на нам. Итак, самая простая из таких функций будет, да, метод я надвижения. Я его назову print3. Print3. Ему ничего не надо. Он печатает все дерево. Давайте сделаем так. Функция такая рекурсивная. Да, и в ней будет... Ну, единственное, на что есть такая тонкость. Я хочу, чтобы сама эта print3, она ничего не потребляла. То есть я для дерева ее вызываю, да, а под все там связанное со звеньями, да, у меня будет что? Это вот указатель для распечатки под дерево, да, вот ссылка на конкретное звено. Поэтому я сделаю вложенную сюда функцию, которая нужна исключительно для использования внутри этой функции, как рекуррентная. Это для организации рекурсии. Понятно? Поэтому эта функция, она больше точно нигде в коде не нужна. И она будет жить только тут. Потому я делаю ее вложенной. Def. Def. Print. Sub3. Ей я буду передавать два параметра. Это указатель на звено, ну, ссылку на звено, чье под дерево для вот этого звена мы будем рисовать. Да, и дополнительно для красоты отображения я буду сюда добавлять префикс. Префикс это просто строка, которая мне отпечатается перед всеми вот частями всего звена. Итак, первое, что мне требуется сделать. Мало ли вдруг мне попросить, хотя это исключено, мне нет логика функции в принципе 3, но в принципе есть шанс, что эту функцию вызвали бы для пустого узла. Так, поэтому я что могу сделать? Сделать здесь assert. Предположу, я утверждаю, что нода не равно ноду. Или просто assert нода. Я утверждаю, что он, ну, любой минул, он будет, он истинным. Да, любой экземпляр класса нода будет истинным. Поэтому я прописываю этот assert. Дальше поехали, если не случилось у меня, если это не было ложь, то мы поехали дальше. Так, теперь смотрим. Если у меня, у звена, да, тут есть такая тонкость, я распечатывать буду сейчас чистым текстом, поэтому дерево у меня будет выглядеть следующим образом. То есть вот у меня звено, здесь левое под дерево, здесь правое под дерево. Если я левое под дерево, буду рисовать выше. Но это будет странно, потому что мы иначе вот так вот наклоним голову, да, чтобы вот оно выглядело как бы спускающимся. Получается, что левое правее, чем правое. Поэтому я в нарушении логики обхода буду вначале печатать правое под дерево, да, потому что эти строки будут раньше. Потом звено, а потом левое под дерево. Понятно почему? Для того, чтобы удобно было наклонить голову сразу видеть, собственно, эту структуру. И сейчас не прибегать никакой графике, попыткам это дело правильно запихать в NetworkX с подплотливом, чтобы левые деревья были правее, правых. Это же еще нужно будет ему объяснить. Ну, чтобы этого всего не делать, мы сейчас просто печатаем на текстом на экране. Так вот, если у нас, соответственно, в начале правое еще раз, если нода right, мне не надо здесь писать не равно нам, понятно, что это, если он не нам. В этом случае что я делаю? Я печатаю sub3, я запускаю функцию print sub3. Для кого? Собственно, для нода right. Звено. И передаю, собственно, указатель на правое под дерево. Так, да, прошу прощения, запятая, префикс, запятая, и пишем сюда префикс. Что? Да, префикс. Что с префиксом? Не совсем так. Чтобы это выглядело красиво, я решил сделать это так. Делаем пробел, в кавычках, повторяем, повторенный столько же раз, какова длина текущего префикса, с которым вызвали конец от 3. И к этому префиксу я добавляю там то ли 5, по-моему, то ли 6 пробелов, раз, два, три, четыре, ну, или можно пробел, умноженный на 6, плюс значочек вот такой. типа буковки Г, ну, чтобы оно отображалось, как бы, что он оттуда взялся. А эти пробелы просто помогают сдвигать это звено вглубь, потому что оно из-под дерева. Дальше, это я ушел в распечатку правого, под деревом, и далее я пишу, что если, а, прошу прощения, собственно, дальше происходит печать. Я печатаю, что в начале префикс, затем я печатаю, я буду печатать и ключ, и значения, чтобы их видеть в скобках, как кортеж. Ну, и прям буду кортеж туда и отдавать. Кортеж же умеет он печатать, это он по умолчанию, да, он в скобках через запятую с пробелом печатает, меня это устраивает. Префикс, запятая. Дальше, что я говорю ему? А ноды ки, запятая нода варьи. Ноды точка ки в этот кортеж входит, который я распечатываю. И ноды варьи. И значения для данного узла. Кортеж я закрыл, ну и я там еще добавляю все правно пустые кавычки, чтобы он не печатал лишнего пробела между этим звеном и префиксом. Далее я тоже самое повторяю, вот эту штуку для левого под дерево. Хорошая мысль приходит после, я сейчас понимаю, что можно было проще поступить с этими ифами. На один иф сделать меньше. Ну ладно. Я пишу уже как есть. Если нода left, в этом случае я что делаю? я печатаю то же самое, как и там. Print sub3 node точка left и префикс. Точно так же формирую этот префикс. Он состоит из пробела, умноженного на len префикс. плюс пробелов 6 штук, пробел умножить на 6. И прибавляем символ вот такой вот, перевернутая муха в КГ, которая будет показывать нам вот в эту сторону. На этом, собственно, я сделал распечатку, это вложенная функция print sub3 и остается только одно. Так, мне придется вот так повернуть. Значит, парочка там строк осталось. Это проверка, пусто дерево или не пусто. Если оно пусто, то мы, например, печатаем, что дерево пусто. А если нет, то, собственно, запускаем вот эту функцию print sub3 для корня. То есть остается только что. давайте я лучше перенесу от вот этого линия вот отступ. Я сейчас, поскольку здесь больше не надо ничего, вот сюда перенесу, чтобы точно поместилось. Продолжаем писать print sub3, его содержимое. Итак, если у нас self.root не равно нам фактически, да? Если self.root в этом случае что я делаю? Я запускаю print sub3 для self.root. А иначе я печатаю, что дерево пусто. print дерево пусто. Ну вот здесь происходит рекуррентный обход, в котором обходится все дерево, да? И распечатывается. Следующее, что нам требуется для любого двоичного дерева поиска, это уметь искать звено по ключу. Это метод служебный в принципе. потому что внешний пользователь этого дерева по идее не должен знать его внутреннего устройства. Какая ему разница? Ему главное пользоваться им как ассоциативным массивом. То есть выдавать по ключу соответствующее значение. И все. но тем не менее я оформлю это как метод публичный. Значит, и называется это дело find node by key найти звено по ключу. Найти звено по ключу. Естественно, чтобы его найти нужно иметь key. Что функция будет возвращать, если такого нет? Она будет возвращать none. То есть none if no key none, если нет, давайте по-русски комментарии писать. Если нет ключа или собственно ссылка на звено. Я проигнул кавычку, двойную использую для документ строки. Итак, первое. В этом обходе я буду пользоваться циклом while. Это будет напоминать движение по односвязному списку. до момента, пока я не встречу требуемый элемент. Но у меня будет либо влево, либо вправо на каждой развилке, спускаясь с дерева. Я буду либо влево, либо вправо идти, в зависимости от того, как у меня ключик меньше или больше с текущего звена. Начинаем мы, естественно, с текущего звена, равного чему? Сэлфрут с корня. Что происходит дальше? Мы продолжаем это до тех пор, пока current не является наном. Пока current не является наном, то есть он истинен, и при этом current key не равно key. потому что когда current key окажется равным key, мы должны возликовать, сказать, мы нашли требуемое звено, давайте-ка вынем из него значение и вернем. значение само не надо еще, но узел этот вернуть, этот узел есть узком. Соответственно, что мы делаем? Если у нас опять у меня мысль попытки ускорения этого дела, ладно, на одну строчку это не считается короткий код, поэтому не делаем. Итак, если я вошел в тело цикла, если я вошел в тело цикла, значит, current key не равен key. То есть это звено неподходящее. Итак, сравниваем ключ, как он оказался, где он? Может быть он меньше, чем current key? Для данного звена, как этот ключ подходит или нет? Если он меньше, чем текущий ключ, то тогда я смещаю текущее звено. Давайте я нарисую правую циклу. 1, 3, 6, 5, 7. Вот допустим, у меня текущее звено, current, указывает сюда. А я проверяю, ищу, например, ключ равен 3. я сравниваю 4, как он с тройкой. 3 меньше, чем 4. Значит, я что должен делать? Current должен начать указывать для вот этого товарища, и я запускаюсь на следующую операцию цикловая. То есть единственное действие, которое я здесь делаю, это я current переставляю, current, теперь текущий, это current . left. Я однозначно могу к этому, к этой ссылке left обратиться, потому что current не нам. Опять же, я гарантирую это при входе сюда. Current не нам, значит, у него есть левое поддерево, не левое поддерево, оно может быть пустое, но там есть нам хотя бы, да, как минимум. Или не нам, ссылка на левое. Так, иначе, больше делать ничего не надо, на этом, собственно, цикл завершается, если я сюда прошел. Иначе, здесь очевидно, поскольку я входил и current не равен кей, то если кей не меньше, чем current кей, то ему больше нечего делать, как будет больше. Ключ сравнимый, да, это сравнение должно быть традиционным, в том смысле, что, ну, это в принципе, это требование на тип ключа, ключи, добавляемые в дерево, используемые как ключ, типы, должны быть сравнимы друг с другом. это не всегда так, не для всех типов это так. То есть, вполне, вполне возможно такая ситуация, что для некоторых типов у вас что-то вот такое, а больше, чем б ложно, да, а меньше, чем б ложно, и а равно б ложно. Такое бывает для некоторых математических реальностей. Но у нас должно быть так, что вот соблюдается вот это, понимаете? Если у нас, например, а меньше б, а б меньше ц, то а меньше ц, а транзитивность для неравенства. Если у нас операция сравнения традиционная, транзитивность для нее выполняется, да, то она подходит для использования как ключ в двоичном дереве польского. Понятно? Итак, в общем, исключена ситуация, что у нас она и это тоже ложно, исключено, поэтому я считаю, что если он не меньше, то и неравен, то точно больше. В этом случае я что говорю? Current равно CurrentRide. Искать его справа. Собственно, цикл на этом все. Остается только разобраться, что там после цикла случилось, потому что он мог закончиться по-разному. Первая ситуация. CurrentRide мог оказаться на нам или не на нам. А какая разница? А в принципе, да, какая разница? Мы же все равно возвращаем его самого и но. В принципе, если он на нам тогда не надо разбираться. Пусть он возвращает. Все, ретем. CurrentRide. Тогда и никаких проблем. выбираем скоты. Я согласен, должно сейчас наработать. Так, значит, у нас появилась функция FindNotByKey. Для чего мы можем ее использовать? Ну, первое, мы тут же можем превратить наше дерево в ассоциативный массив с квадратными скобками. для этого у нас есть возможность перегружать операторы. Ох, не помню, как зовут девушку. Ну вот, юноша тоже не помню, как зовут. Так, спят, что здесь? А-а, безнадежно стоит. Ну ладно, пусть спят. Тоже полезно. О, смешно. первое, перегрузить оператор для того, чтобы добывать значения по ключу. Нам же чаще всего нужно именно значение, как внешняя функция публичная, нам нужна возможность добывать квадратными скобками, чтобы туда это значение использовать. Итак, что я делаю? Я пишу функцию спец-функцию getItem. Пишется она слипно? Слипно. getItem. Значит, self-традиционно, и что мне для этого нужно? Key, а он вернет, он value. self-key, значит, что я делаю? Говорю, есть ли у нас? А, ничего не есть. я должен добыть звенок, ноды равно getNodeByKey, добыть звенок по ключу, key, а, да, прошу прощения, я self забыл написать, getNodeByKey нужно было self все додать. Звено равно self точка getNodeByKey key. И осталось, что? Для этого звена вернуть значение return. Значит, и сразу возникает вопрос, а что, если там собственно нода это нам? Ну, я в этом случае, пожалуй, просто верну нам. можно, конечно, пытаться реализовать разные действия, как в словаре dict, там, например, если попытка взять значение, которого нет, то происходит assert. Да, я сейчас не буду этого делать, я сейчас делаю примитивную логику, чтобы, короче, записывалось все. Поэтому я сделаю, что? Я возвращаю, что? нода точка вывия. А так нельзя делать. А вот так уже нельзя. Если а вот так можно. Ну, да? А иначе нам. Вот. Нельзя. Вот так можно. Соответственно, у нас появилась возможность добывать это значение. Ну, и пока сейчас не будем ничего балансировать, добавляем звенья в двоичное дерево поиска по правилу двоичного дерева поиска. Собственно, добавление звена. Ох. Давайте я лучше израсходую побольше места на доске. Как хорошо быть деревом. Как хорошо быть деревом. так. что же. Это тоже метод того же класса 3. Назову его Эдуде нода. Он как бы служебный. Как вы видите, он добавляет звено. То есть, звено уже должно быть self и нода. первое. Если вообще дерево пусто, то это надо обработать отдельно. Именно в этом и только в этом случае мы берем и добавляем должны поменять ссылку self root. Понимаете? Вот это особенный случай. И больше ничего. То есть, дерево было пусто, да, есть, соответственно, 3 root. У меня будет там экземпляр 3. И вот в результате, когда я добавляю первое звено, то действие какое? Оно появляется и его указатели указывают на нам. Никуда. Просто, короче говоря, это звено должно так и повиснуть. Только self root должен начать на него указывать. Вот и все. Я мог за этот корень зацепляться. Итак, поэтому я отдельно обрабатываю. Если у меня что? Not self root, кормя нету. В этом случае я что делаю? Говорю self root равно ноды и return. Звено. Ссылку на звено сохранили и сразу вышли отсюда с успехом. Все. Звено добавлено. За счет этого return я не буду писать else и не буду углубляться вправо. Итак, а теперь давайте собственно поехали. Ищем теперь более традиционный. Начинаем искать место. Начинаем искать место. Мне придется это делать отдельно, а не использовать find not by key. потому что мне нужно тот мне вернет просто none и все, если такого нет. Понимаете? None и все. А мне нужно сохранить последнюю ссылку на последнего значимого, да еще и помнить кому, куда он левый, в левое к нему или в правое добавлять. Поэтому я пропишу еще раз фактически вот этот вот спуск, но с некоторым дополнением. Итак, первое. Пишу гарант селл фрут, отсюда начинаем свое путешествие и далее пока смотрите, в этом путешествии в какой-то момент я доберусь до такой ситуации, когда у меня когда у меня левого нужно добавлять в левое поддерево и при этом левое поддерево пусто. Я в этот момент праздную. Я добавляю его туда в левое поддерево, прописываю ему родителя, родители прописывают его в левое поддерево и выхожу из функции совсем. Все, успех. но если у меня левое поддерево не пусто, а мне надо в левое поддерево, то я что делаю? Можно было бы рекурсивно это сделать, но я просто сменю текущего. Вопрос, доколе это продолжение. Что мне поставить в этот while? Учитывая, что return я собираюсь делать прямо там. У меня будет цикл, 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 в котором текущее звено сменяется, спускается ниже, 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 следующее. Мне все равно придется детектировать ситуацию, в которой добавляемое звено имеет ключ, который уже был в деле. Поэтому вне этого цикла ниже него я как раз буду обрабатывать ситуацию, что такой ключ уже есть. И добавить соответственно невозможно. Правда, какую политику при этом потом предпочить, мы сейчас решим. Давайте вначале это сделаем. Итак, что я прописываю? Я здесь прописываю только что, пока коротки не равен ноды ки. Я надеюсь, что этого не случится. Итак, что же я тут делаю? Если у меня вот это добавляемое звено ноды ки, ключ добавляемого звена оказывается меньше, current точно ключи не совпадают, раз я вошел в цикл, ключи не совпадают, поэтому что я ищу в левом поддереве? если нодки меньше, current ки вот у меня есть звено ноды, у него какой-то есть ключ, ну давайте плотненько нарисовал 8, ключ 8, значение вообще сейчас мы не интересуемся пока, ключ 8, значит если ключ его добавляем меньше, чем current ки, то что я должен сделать? Я должен в этом случае выяснить, а собственно current left у него мне сейчас левое поддерево надо добавлять, он пуст или не пуст? если current left пустое поддерево там никого нет, то я что? Я его туда и поставлю. Итак, спрашиваем, если у меня для текущего звена, ну допустим, что он указывает, давайте я ноль сейчас добавляю, а current уже добрался до сих. Итак, а сейчас подожди, нет, давайте наоборот, если он еще не добрался, вначале истину обработаем, если у меня current left точка left, то есть там не пусто, в этом случае что? Я просто сменяю текущего, а, это тебе значит не сюда, а в том поддереве ищи дальше, просто сменяю current, если current точка left, то current текущий равен current left, я путешествую ниже по этому дереву, если же это дерево пусто, то вот это вот мой праздник, что я делаю? Первое, первое, я, собственно, прописываю, current left теперь не надо, current лет теперь указывает на добавляемое звено, а добавляемому звену я должен прописать родителя, нода parent равно current и на этом все собственно закончено, я не только цикл должен покинуть, я покидаю функцию, успех, return, если же здесь в этой ветке я все разобрал, было дерево пустым, не пустым, не пустое, пустое, разобрали, теперь, если у меня ноды ки больше, чем current ки, в этом случае что мы пишем? else если current right если правое под дерево не пустое, в этом случае что я делаю? я просто смещаю текущие имя? так, значит правое под дерево не пусто, а тебе туда значит current равно current right туда перемещайся, current равно current right иначе иначе это значит что правое под дерево пустое, и ему при этом туда, значит тебе правое под дерево и оно пустое, значит что я говорю? собственно current точка right равно нода я его проставил туда ссылку что ты правый к текущему а звену как родителя проставляю current нода точка pair равно current аж или я добрался до вот этого конца вайла вот до сих в этом случае я что-то должен сделать то есть я бежал 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 и вдруг оказалось что карл ки равен ноды ки что у них ключи совпадают эта ситуация ненормальна возможно несколько вариантов решения перезапись первое новое звено добавлять точно не надо потому что там уже есть звено с соответствующим ключом вариант первый мы совершаем отказ ну типа там бросаем исключение raise exception возбуждаем исключение да ну или ассер там ассер пишем либо как вариант мы копируем в то звено которое уже есть в дереве ключ нельзя менять просто так ну ключ у них совпад мы просто новое вылью туда копируем новое значение значение обновляет такая более устойчивая мягкая политика ну меньше информации тот человек не может ну можно предположить что он перед тем как добавляет звено в начале делает find not by kill или там это вот ну в общем определить что оно есть таковое да там можно перегрузить операцию in которая будет вот этим заниматься но я ее не переопределял а хорошо взять еще дописать так короче говоря давайте решим это мяк так вот этот current указывает на звено в котором ключ совпадает с нодой поэтому я что говорю current точка value равно ноды value но я проговорил что возможны разные поведения потому что я предполагал что я добавлю значение ну или обновлю вот в данном случае получается что я не возмущаюсь а просто обновляю хранимое значение для данного ключа это пока все без балансировки это просто двоичное дерево просто в котором добавляется звено ну вот пока на этом давайте с вами на секундочку приостановимся я запущу этот код чтобы вы увидели его поведение так одну секундочку сейчас попробую ярко вообще светит с лапами одновременно я там сделал еще, я не писал на доске простенькая такая функция addPair для того, чтобы воспользоваться вот этим addNode без знания о взглянях вообще в принципе можно было сразу так и писать, что она addPair и прописана для нее я принял решение вот так вот Delnode не реализована я ее сейчас закомментирую пока с этим с деревьями давайте сами рассмотрим сейчас пока дерево закомментирую что я делаю я создаю экземпляр дерева дальше беру x и добавляю вот так вот по порядку числа от 1 до 10 просто беру и загоняю дерево в парочку ключ и значение ну в данный момент меня пока эти значения особо не волнуют поэтому они там условно произвольные можно там пробел вообще поставить в качестве значения и все ну что ж давайте с вами посмотрим на то что из этого пол и распечатываем дерево вот как видите ну поскольку я текст отпечатаю да то надо смотреть что это правое под дерево то есть вот он добавил двойку в правое под дерево к единичке да тройка в правое под дерево к двойке я думаю туда вот и ушло добавление происходило по правилу двоичного дерева поиска вот и они все уходили в правое под дерево такое под дерево нисколько неэффективнее обычного линейного списка да ничуть не лучше в нем поиск произойдет ну так же просто перебором всех значений и все однако давайте с вами добавим какое-нибудь звено да вот по другому я сейчас как раз подобавляю их так чтобы получилось идеально сбалансировано да то есть 4,2,1,3,6,5,7 да ну опять же и давайте xx я буду писать чтобы значение совпадало с ключом просто чтобы легче воспринималось визуально ну вот получается вот такое сбалансированное действие но это же не гарантия понимаете то есть это вот повезло и все вот возникает вопрос о скорости и ответ на это такое скорость поиска в двоичном дереве поиска равна высоте дерева то есть количество операций по углублению оно равно количество операций по углублению И возникает ситуация, что вот в таком дереве и поиск, и изменение значения будет происходить эффективно, а вот в этом дереве будет происходить неэффективно. Понятно, да? То есть оно будет в худшем случае равно количеству элементов в этом дереве вообще. Ну давайте с вами посмотрим еще, как у нас заработают операции квадратные скобки. У нас, в принципе, кстати, можно открыть, у меня интерпретатор есть. 3 есть, оно у меня сохранено, поэтому я могу что-то сделать? 3 и добавить ему что? Пару. А, да, прошу прощения, у меня там есть такая тонкость. Я здесь-то на доске сделал мягкое добавление, а тут жесткое. Поэтому давайте сейчас изменим его не только на доске, без ассерта. А current value равно not value. Бриллионники. Ага, сейчас я... Это было. Вот. Ну и вот после всех вот этих вот, да, я сделаю add pair, add pair, для уже имеющегося значения. Ну, например, для тройки, да, я проставлю значение 0, да, и распечатаю дерево до, распечатаю дерево после. Да, смотрим, что у меня получится. Вот дерево до, вот дерево после. Как видите, благополучно нашел звено, заменил у него значение хранимое, прекрасно. Да, и все. Двоичное дерево, как структура данных, отличается от словаря тем, что оно работает дольше. Потому что высота его, даже в идеально сбалансированном случае, равна логарифмам по основанию 2, вот количество хранимых элементов. Однако, оно в положительную сторону отличается своей упорядоченностью. Мы всегда можем вывести элементы хранимые в этом дереве в их исходном, в их порядке упорядоченности по ключу, по возрастанию или по убыванию. То есть, по нему путешествовать легко, если нам нужна упорядоченность хранимых данных, то это делается обычно именно двоичным деревом поиска. Так, что нам требуется с удалением? Да, давайте попробуем реализовать удаление узла по классическому, простому удалению. И как мы это сделаем? Если у нас звено равно self-root, удаляемое звено, в этом случае у нас будет особенность удаления, self-root должен будет начать указывать на некоторое новое звено. Так? Потому что иначе, ну нельзя, нужно, чтобы self-root оставался всегда актуальным. И иначе. Так, разбираем ситуацию. Если звено указывает на корень. Это уже рекуррентно мы нашли удаляемое звено по ключу. Ну, кстати, имеет смысл вообще-то проверить. Иф ноды, иф нод ноды, в этом случае, ну что я могу сделать? Ну, это return. Ну, то есть, если звено, которое мы нашли, ключа такого нету, в этом случае выходим просто, да? То есть, удаляемого ключа нет в дереве. Опять же, тут возникает вопрос о политике для данной структуры данных. А если у меня, для словаря, как это решено? Есть две разные, для множества. Discard и remove. У одного одна политика. Discard из множества просто уничтожает элемент. А если его не было, то молчком взглатывает. А remove, если вдруг такого ключа не было, то он бдыщ, бросает исключение. Но я сейчас не буду исключение бросать, я буду молча выходить. Ничего не случилось. Дали ключ, которого нет. Значит, теперь, первое. Это звено, корень. В этом случае я что делаю? Первое. Ну, естественно, у меня должен быть новый корень. Да? Давайте какую политику изберем? Ну, давайте тривиальную. Пусть у меня левый становится начальником. Левый становится начальником. Self. Так, сейчас прошу прощения. Нода равно self root. Значит, какие у меня перестановки будут? Нода у меня хранит ссылку. Значит, у меня текущее звено, которое корневое, не исчезнет. И я могу вполне сказать, первое, что self root равно ноде left. Теперь что я говорю? Что у меня... То есть, сейчас self root уже ссылается на левый... На вершину левого поддерева. И... Так, сейчас, секундочку, как мы это предполагали делать. Например, можно реализовать так называемый левый поворот. То есть, короче говоря, элемент из бывшей правой... Дорисовать на доске, чтобы было легче. Или, может быть, проще добежать до правого, самого правого, и его... И туда запихать правое поддерево. Давайте сейчас несбалансированное удаление сделаем. Так, нода равно self root. Нода left. Так, сейчас, одну секундочку. А может рекурсить его? Значит, первое, что я делаю. Current равно self root. То есть, собственно, левое. Из левого поддерева ищем самого правого. Теперь, пока current right не равно none, пока current right, осуществляем следующее. Current равно current right. Таким образом, к концу этого цикла я добегу, начиная с... Давайте, я даже не знаю, может быть, вот так вот сделаем. Node left. Current равно node left. Пока current right. Current равно current right. К этому моменту я добегаю. Значит, current right равен нам. Правого поддерева текущего звена нет. И это из левого поддерева самый правый нижний. да, то есть, к этому моменту. Current — это самый правый из левого поддерева удаляемого звена. Ясно? Что я делаю? Я добавляю правое, бывшее правое поддерево к данному карту. Current right равно ноды right. Так, сейчас, одну секундочку. Это даже вообще, это же более универсально. Это же и в случае, если корень он или не корень. Это не принципиально. Единственное, что нужно будет подновить self-root. Да, мне кажется, что это будет вот так вот. То есть, я это переношу наверх. Да, теперь я все переставил. Осталось только проверить, если данное звено, которое я сейчас собираюсь удалить, равно self-root. То есть, self-root равно ноды left. Так, и еще надо разобраться с родителями. К моменту, когда я добавляю бывшее правое поддерево звена, которое я нашел, которое требуется удалить, мне нужно прописать ноды right parent. Его новый родитель, теперь current. Текущее, то звено, которое я нашел. Да, самое правое, с левого поддерево. Так, и что-то еще требуется. Что-то еще требуется. Так, у этих перестройки нету, а у current и left тоже возникает... Так, это я тоже буду двинуть немножко. Это надо двинуть влево. Так, и к этому моменту current... Сейчас, одну секундочку. влево... А не current ли right должен быть parent? А не current ли right должен быть parent, судя по логике кода? Мы же вставляем node right в current right, и тогда current это отец родитель node right, а... А, ну да. Нет, все правильно сейчас. Я с parent сейчас только не разобрался. Ссылки на parent нужно аккуратно решить. Дело в том, что у node тоже мог быть parent. Вот это вот... Возникнет вот эта ситуация, вот здесь. Корень он или не корень? Если у него был, то есть если он корень, то у него parent, естественно, просто нет. В этом случае я проставляю self-root равно node left и все. А если он не root, то у него был parent. В этом случае я что должен сделать? Я должен node.parent его отцу прописать, что у него теперь в качестве левого или правого? Правого. Я удаляю звено. А оно в левом или правом под деревом было? Это же неизвестно. Если я удаляю звено, то мне нужно знать, оно из левого под деревом у родителя или из правого. Потому что иначе мне нужно left или right там заменить на новое левое. На его левое под дерево. Так, noted parent. Придется разбираться в этой ситуации. Если у меня у отца тянущего звена ключ Так, сейчас, секундочку. Если у меня ключ того звена, которое я удаляю, меньше, да. А нельзя всю эту вопрос? А, можно проще, я понял как. Вот так, чтобы она читалась, лучше вот так сделать. Не сравнивать по ключу, а вот так. Если ноды, это ноды parent left, вот так. Правильно? Угу. То есть, если я спрашиваю, если для данного звена у отца левый это я, в этом случае я что? Я пишу ноды parent left теперь равен... Почему? Кто у нас новый? Вместо ноды встает. Это его ноды left. Да? У меня же левое под дерево возвышается. Так. А иначе... Иначе... Это значит, что я... Раз нет, то значит, я был правым. Удаляемое... Было... в правом под дерево. А здесь, если нет... А это в левом под дерево. Ну и, соответственно, я здесь прописываю абсу его, что у него теперь новый сын, другой. И здесь прописываю, что у него теперь тоже... Тогда справа теперь. Копи-позиция. Копи-позиция. Right? Но в любом случае я беру из левого под дерево, самого старшего, поэтому именно он уходит. Так. Ну и в любом случае ноды... Ноду... Сама нода удалится, поэтому я ему ничего... Ноды ничего не прописываю. Да? А ноду левту надо прописать, что его родитель... Нода левту. Родитель ноды левт. Теперь, собственно, этот нодепэр. Это в любом случае. Так, ну и... Да, и это даже в любом случае, даже если он корень, даже если он корень, то теперь он должен знать, что парента у него нет. Что парент у него нам. Поэтому в любом случае он заимствует парента от... Прошу прощения, ноды левт парент. Ноды левт парент равно ноды парент. То есть я говорю, твой отец теперь, да, это отец вот этого удаляемого звена. В любом случае. Так, ну и не надо прописать, что я... Кого я возвышаю, да? Куда я... Кого я возвышаю, да? Вместо звена ноды поставлю нода левт. А правое под дерево ноды уходят в самый низ, в самый правый низ, вот так она вышла. В низ под дерево, левого под дерево. Ну, по идее, все должно работать. Давайте попробуем это сделать. Так, ноды add player. И осталось, Теперь напечатали дерево. И удалим tree как там, del mode по ключу. И даем ему ключ. Даем ему ключ. Ну, например, 3. Трешечка, она у меня в самом низу. Для начала проверим, как он корректно ли он у меня удалит. Простой элемент, который в самом низу. Запускаемся. А, 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 некорректно. 31 строка. Current. А? Current. Current. А, это простая ошибка. А вот это уже не очень хорошо. Так, одну секундочку. На удаление смотрим. Значит, вот это путешествие. Current равно ноды left. Пока Current. Right. Так, сейчас, секунду. А, а если у ноды left не было, если у ноды left не было атрибута правой, если это была пустота, то... Если у него вообще не было левого? А, да, факт. А если у него не было вообще левого под дерево, да? В этом случае, елки-палки, в этом случае надо же добавлять правого? А можно, можно реализовать другую, более простую политику удаления. Знаете, как может, смотрите, если мы удаляем узел, у которого нет ни левого, ни правого под дерево, то он переходит в нам, просто говоря, это не проблема. Если мы удаляем узел, у которого есть только один потомок, левый или правый, то мы приписываем в это звено, ну, удаляем это звено, ставим его место, того единичного потомка и вызываем сами себя, ну, Рекуррентно, да, рекуррентно. Тогда не будет особой разницы между root и не root, она будет универсальной. Единственное, что у нас будет с парентами разбирать. что селфрут все равно придется прописать, селфрут равно, оно должно поменяться именно в этом случае. Я не вижу особенных изменений, если это будет рекуррент по стоимости, в смысле количества строк, а понятность может даже уменьшиться. Просто придется действительно обработать, да, вместо поставлять нода лев, но нужно проверить, что он вообще есть, это правда, да. А у нас возникла как раз эта ситуация. То есть, короче говоря, если у нас нода лев, в этом случае мы реализуем собственно вот это все. Так, сейчас, одну секундочку. Нода лев пера равно кода пера. А вот эти вот вещи, они достаточно универсальны про добавление этого, поэтому я это наверх подтяну, значит, потому что это в любом случае произойдет, если левое поддерево у звена вообще есть, то тогда его нов, его левый становится вместо него, проставляется у родителя, да, да, right parent равно правый, да, все, все правильно. Значит, а если нет левого поддерево, в этом случае я что делаю? Я просто ставлю правое поддерево и поднимаю, и все, правильно? ноды сейчас, секундочку, как-то правильно здесь сделать. Я должен его parent это прописывается вот здесь, только я добавляю кого? А здесь зашито нод лев все время. сейчас, одну секундочку, потом как-то правильно реализовать. Иначе, иначе, одну секундочку, право, если о, неуниверсально, тут зашито этот вот нод right, все, вот лев, а? А он тогда пропишет именно левого, и все. Короче, надо сейчас я думаю как-то легче сделать, parent left равно нод left, давайте сделаем так, я сделаю adding ноды или new начальник new boss new boss ноды равно current ноды left заодно это дело вот так вот пропишется new boss ноды вот и вот это вот здесь встает место звена ноды поставляет нод left new boss ноды равно нод left значит теперь а вот здесь вот там где я проставляю новый корень я вот так сделаю если у нас звено совпадает с корнем то тогда self root равно new boss ноды вот новый boss это self root и что дальше говорю если у звена оно было левым то тогда я говорю для звена его parent левту проставляем ноды ноды left нового boss а иначе нового boss проставляем node parent right все это стало универсальным единственное что в этом случае я должен что сказать new boss нода равно ноды right если его нет если его нет то он просто будет равен на ну и что у нас мы пойдем здесь будет ну это вариант какой только один правого нет левого нет это одиночные листья одиночная висячая вершина в этом случае его можно просто отпилить без особых угрызений совести просто я пропишу для права чтобы точно не возникло сомнений здесь у него значит ноды right у него parent прописывается левая потеря одевать никуда не надо да ощущение что вот этого достаточно как у вас есть ощущение давайте посмотрим осталось только что рассмотреть если у нас действительно ноды left да давайте элиф элиф ноды right и else значит и else возникает а else эта ситуация очень проста в этом случае я а чего ну он в любом случае нам сюда пропишет да для права по дереву да ну можно явным образом ему сказать newbossnode равно нам да дальше возникает только вопрос newbossnode он что-нибудь прописывает нет ничего не прописывает а стоило бы на самом деле потому что ему же новому боссу нужно parent прописать в случае ноды right по крайней мере да ему нужно что сказать newbossnode точка parent там это я сделал в любом случае да вот здесь я это сделал ноды left ну давайте я здесь заменю только на newboss ноды parent равно ноды parent там это сделано здесь это сделано а если он то просто newbossnode ноды нам и все а потом прописать этому parent удаляемого узла что у него там нам так ну вроде бы все а почему новый parent нет да вроде чисто пробуем удаление узла yes ну не давайте-ка давайте-ка удалим что-то более существенное но это уже существенно потому что у нас заработало удаление крайнего это же тоже проблемой было если мы сейчас не по пиксели давайте попробуем я остальные не удаляю пробуем удалить например самый корень четверочку смотрим что из этого получится а работает у нас левое поддерево поднялось наверх да а правое поддерево опустилось к нему в это подчиненное так что все благополучно и можно попробовать что еще из серединки кого-нибудь 2-3 грохнет посмотреть как он грохнет значит это для 2 так почему 2-3 называется 6-7 хранимые значения у меня ощущение что 4-6-6-7-7-7-7 что с хранимыми значениями интересно мне казалось я добавляю как есть ну ладно сейчас вылью и не будем смотреть что там с вылью хотя стоило бы но сейчас не будем пробовать ну что он благополучно 1-1 поднял наверх так что все в порядке так 3-0 остался там что-то с этими с хранимыми значениями изначально что-то не совсем так но по крайней мере все соблюдает удаление работы ну что же на этом мы сейчас завершаем спасибо за субтитры